всем здравствуйте друзья вот и пришла зима на остров white как она пришла и на всю планету сегодня у нас 2 декабря четверг 2021 года и вы знаете температура на острове white очень переменилась похолодало сегодня плюс 4 градуса очень холодно считается такая температура здесь на юге англии ну и вы видите туман не очень красивый вид но тем не менее сегодня мы с вами друзья погуляем и сегодня я расскажу вам еще одну историю которая сама меня нашла как это чаще всего бывает моя очередная встреча здесь на острове неожиданная встреча она дала мне повод вот на такую большую историю которой я хочу сегодня с вами поделиться итак друзья усаживайтесь поудобнее и давайте начнем недавно буквально два дня назад я встретила в магазине свою знакомую из пробос клуба мэгги которой я тоже рассказывала много раз она была на нашей свадьбе вот я нашла вам она сидит напротив меня на свадьбе в красном костюме очень яркая энергичная женщина вот здесь тоже она задом видите в красном пиджачке сожалению это все что я смогла найти где мэган попала в кадр ей было 90 по моему лет вот как-то то ли 89 то ли 90 лет и она немножко прихрамывала она ходила с палочкой слышали вероятно эту историю много раз рассказывала а потом она сделала операцию себе заменила шейку бедра до операция прошла успешно она потом без палочки бегала я ее даже тоже встретила где-то лет пять назад на замечательно выглядела и вот сейчас я встретила ее опять знаете она была не одна она была в компании каких-то еще двух женщин тоже примерно возраста ее но и я обратила внимание на то что она уже знаете немножко так замедлила свой жизненный темп видно было что она уже знаете такая какая-то с потухшим взглядом но когда я стала с ужасом считать сколько же лет этой мэгги мэйдж господи как же ее звали вот как то так уже даже толком сказать то не могу которая приглашала меня плавать в бассейн когда я приехала сюда 10 лет назад ну то есть представляете она бегала и энергии ей было не занимать ну и вот 10 лет спустя ей по моему под сто лет уже поэтому знаете трудно удивляться что она немножко такая знаете уже по при при тухше но тем не менее своими ногами она ходила и опять же без палочки вот с этими двумя пожилыми очень леди прекрасно одета прекрасная стрижка уложены волосы в общем вот так женщине ну не знаю друзья прям не знаю даже хотелось наверное к ней к ней бы подойти и и узнать сколько же ей лет я к сожалению подойти к ней так и не решилась подумала может быть она меня уже забыла давно ну и конечно же вы знаете скорее всего что этой женщине уже больше ста лет это точно что больше ста лет потому что с первой нашей встречи прошло более десяти лет как вы понимаете на нашей свадьбе если ей было даже 90 то сейчас ей уже 100 ну вот как то как то около этого и я конечно же стала вспоминать других членов про бас клуба моих знакомых которых там у меня было очень много и там все люди были очень преклонного возраста многим было за 90 лет я вот еще нашла вам некоторые фотографии и эти все люди вели активнейший образ жизни ну и конечно же я пришла домой и решила посмотреть статистику по продолжительности жизни великобритании удивило меня то что великобритания оказалась даже не вошла в десятку стран по самой долгой продолжительности жизни вот я вам показываю какие страны здесь на первом месте чудным образом у нас оказался гонконг 84 года япония 83 5 но и дальше италия сингапур швейцария исландия испания австралия израиль и франция а вот великобритания к моему великому изумлению оказалось только на двадцать четвертом месте продолжительностью жизни восемьдесят один и семь лет это статистика 2015 года и если вам интересно то россия находится на девяносто шестом месте семьдесят три года продолжительность жизни и украина тоже семьдесят три года как и несколько других стран но вы знаете статистика дело такое как средняя температура по больнице считается среднем а мне было интересно узнать а сколько же лет вообще может прожить человек и узнать о долгожителях в мире которые существуют на данный момент существует много легенд и рассказов что где-то в горах вот находили людей которые прожили 150 160 лет но как то вы знаете эти все цифры они не были документально подтверждены и вот интересно а вы можете догадаться сколько прожил человек по документам подтвержденным по году рождения вот на сегодняшний день сколько же лет этот вопрос меня тоже очень заинтересовал и я нашла француженка жана кальман документально подтвержденный старейший человек и старейший человек в мире она родилась 1875 году и умерла в 1997 то есть прожила ровно 122 года и 165 дней и на сегодняшний день это рекорд удивляет конечно еще и то что жана кальман никогда не было паинькой и не вела правильный образ жизни она 97 лет курила постоянно пила вино хотя мы с вами прекрасно знаем что курение алкоголь вредит здоровью но вот знаете можно подумать тут что может быть если бы она не курила и не пила вино то она бы прожила еще дольше так вот что рассказывают о жизни жанны кальман она родилась и всю жизнь прожила во франции была из довольно богатой и состоятельной семьи в 21 год вышла замуж за своего троюродного брата в 23 года родила единственную дочь она никогда не работала но очень активно занималась спортом вот говорят что она занималась фехтованием и теннисом до 85 лет а до 100 лет и ездила на велосипеде и роликах говорят что всю свою жизнь она была веселой оптимисткой вот ее некоторое высказывание тоже цитируется часто 75 лет она говорила я такая же девчонка какая и была просто немножко выгляжу теперь по-другому после того как в 113 лет она попала в книгу рекордов гиннесса каждый год ее день рождения праздновали в присутствии журналистов и и снимали на камеры и она всегда говорила простите но я все еще тут это была ее любимая фраза каждый год жизни и и сложилась так что она потеряла всех своих родных ее дочь умерла от пневмонии в тридцать втором году ровно через 10 лет в сорок втором году умер муж жанны остался один единственный внук которого она воспитывала и посвятила свою жизнь его воспитанию но к сожалению когда же они было восемьдесят восемь лет а внуку было 37 1963 году он погиб в автомобильной катастрофе есть еще одна очень популярная история которую любят рассказывать журналисты и которой прославилась жанна кальман когда она осталась одна почти в возрасте 90 лет об этом узнал один очень предприимчивый адвокат андре рафри и этот адвокат решил заключить со старушкой договор пожизненного содержания это тогда было очень популярно среди французских пенсионеров старушка проживала одна в очень хорошей квартире на улице сент-эсте в прованском городе арль и адвокат решил что очень удачная сделка он согласился выплачивать жанне ежемесячную сумму на содержание две с половиной тысячи франков что на те времена было очень хорошим подспорьем если человек еще имел пенсию но и адвокат посчитал что для него тоже очень выгодная сделка потому что при такой выплате в течение десяти лет он выплачивает стоимость этой квартиры но так как же они было уже 90 лет он резонно полагал что 10 лет она конечно же не протянет и сделка очень выгодно для него состоится он получит квартиру гораздо дешевле чем она стоит на самом деле но судьба распорядилась совершенно по-другому хотя самому адвокату на момент сделки было 45 лет то есть он был в два раза моложе жанны но тем не менее он умер раньше старушки так вот в свои 57 лет он все еще продолжал выплачивать старушки деньги а когда и в 67 лет он выплачивал уже 20 лет пенсию содержание жанны кальман он понял что он заключил самую худшую сделку в своей жизни и когда еще спустя 10 лет через 30 лет после заключения договора он все-таки умер еще два года старушки деньги выплачивала его вдова ну а жанна кальман после того как перешагнула 115 летний рубеж и попала в книгу рекордов гиннеса конечно же за ней стали пристально наблюдать ученые врачи журналисты и вообще она была постоянно на публике так вот врачи и ученые утверждают что она прожила так долго из-за своего вот такого вот веселого нрава из-за подвижного образа жизни многие также утверждают что жанну спас шоколад потому что она очень любила шоколад и как говорят она съедала больше килограмма шоколада в неделю и также она всегда не забывала выпить рюмочку хорошего вина перед обедом странным образом через 20 лет после кончины жанны в 2018 году российские ученые засомневались в подлинности этой истории и они предположили что жанну подменила ее дочь ивона вот их фотографии они здесь очень похожи российские ученые стали утверждать что в 1932 году от пневмонии скончалась не дочь жанны а сама жанна в 57 лет а ее дочь стала выдавать себя за свою мать жанну кальман но эта версия она не выдерживает никакой критики во первых дочь тогда еще не знала что жанна кальман будет долгожительницей потому что ей было всего лишь 57 лет и кто бы мог подумать во вторых муж жанны кальман умер через десять лет после смерти дочери поэтому что муж согласился жить со своей дочерью вместо своей жены это конечно не выдерживает никакой критики но тем не менее на этой версии продолжают настаивать и по сей день потому что как говорят нет доказательств и никто не проводил тесты днк жанни кальман сейчас тема продления жизни и тема молодости очень популярная и ученые всего мира сейчас работают над этой темой как продлить жизнь человека но вот для меня например все равно странно что 120 лет всего лишь навсего отмерено человеку в этой жизни это по моему очень мало 120 лет это максимум я говорю хотя и сейчас предполагается что организм человека способен жить 150 170 лет но вот оказывается что на данный момент средняя продолжительность жизни ровно в два раза короче а вот что касается животных на нашей планете как ни странно многие виды животных живут намного дольше человеческой особи есть даже животное которое обитает в морских глубинах это медуза туриопсис нутрикула очень маленькая по размерам достигающие едва 5 миллиметров но она как сейчас уже доказали ученые вечно вечно живет она может повторять свой жизненный цикл бесконечное количество раз на данный момент насчитывается уже больше десяти видов животных организмов на нашей планете которые как утверждается живут вечно или могут жить тысячелетиями и от естественной смерти не умирают умирают только будучи съеденными или убитыми я хочу показать вам лишь некоторые из них которые на данный момент живут на нашей планете вот знакомьтесь коли мастра это морская губка которая живет в холодных водах антарктики и считается что она живет больше десяти двадцати тысяч лет дальше конечно же уже не знает никто но считается эта губка бессмертной следующее живое существо это морской еж которые в больших количествах живут в красном море и считается что морской еж никогда не стареет он может регенерировать себя и у него на место одной сломанной или потерянной колючки вырастает другая и чем старше он становится тем лучше себя чувствует всем нам знакомый амар также считается бессмертным существом так как у него в днк содержится фермент который восстанавливает поврежденную цепочку днк и амар снова становится здоровым и молодым они растут всю жизнь эти амары и считается что они бессмертны еще один счастливчик голый землекоп живет он в полупустынных районах африки голый он потому что никогда не имеет шерсти а по состоянию организма всегда как новорожденный считается что голый землекоп никогда не стареет у него здоровья всю жизнь одинаковая и вот как говорят ученые у голого землекопа в ходе эволюции был отключен механизм старения и сейчас этот землекоп одна из главных надежд в борьбе за бессмертие человека потому что вот из пяти перечисленных живых существ голый землекоп единственный который живет на суше не правда ли занимательная история и получается что животный мир намного обогнал по эволюции человека и я вам не перечислила еще очень много животных которых сейчас нашли ученые и которые считаются бессмертными но или по крайней мере живущими тысячи и тысячи лет и вот вы знаете существует одна передача да вы ее знаете тоже прекрасно ее ведет владимир познер на первом канале так вот он там в конце передачи всегда у своих героев спрашивает а хотите ли вы жить вечно и вы знаете на удивление я слышу ответы всякие разные но никогда я не слышала чтобы кто-то сказал да я хочу жить вечно почему бы и нет обычно говорят да ну зачем мне это совершенно не хочу вечно жить меня все устраивает и вот у меня знаете оторопь и удивление от таких ответов почему такое лицемерие или это на самом деле люди думают так тогда почему тысячи и тысячи ученых на нашей планете столько посвящают времени чтобы найти эликсир бессмертия или как-то бы продлить нашу жизнь зачем тогда все это ну вот знаете я бы хотела вот у вас спросить а вы бы хотели жить вечно или например как вы считаете сколько должна быть продолжительность жизни человека чтобы он успел сделать все что желал хотел и нажиться как говорится досыта и тут мне вспоминается еще одна история буддийского монаха и тигелова наверное слышали который двадцать седьмом году сел в позу лотоса в бурятии собрал вокруг себя своих учеников и дал им наставление чтобы они через семьдесят пять лет откопали его тело и вот есть фотографии даже когда вынули тело этого монаха и тигелова и что он считается в общем то нетленным и живым спустя столько времени так вот монаха тигелов почему я его вспомнила говорят что этот феномен сейчас пока никто не может разгадать что тело находится как бы в состоянии все клетки живые так вот монаха тигелов говорил что он специально себя вот так вот затормаживает и останавливают свою жизнь потому что он считает что человеку недостаточно даже ста или ста пятидесяти лет чтобы все понять в этой жизни нужно по крайней мере тысячу прожить лет или даже полторы тысячи лет ну вот такая вот история я бы хотела друзья конечно же услышать вас и ваше мнение что вы думаете о бессмертии сколько должен прожить человек ну и вообще что вы думаете обо всем об этом и как бы вы ответили на вопрос а хотели бы вы жить вечно а